Далее расскажем обо всем подробно. Свято-Троицкий и Дивеевский монастырь в Рождество засиял праздничными огнями. Деревья украсили светящимися сосульками и снежинками. На улицах установили фигуры с иллюминацией и ледяную горку для детей. Главный новогодний атрибут – нарядные елки – поставили буквально на каждом углу. Вечером территория обители напоминает сказочный сад. Каждый может здесь погрузиться в атмосферу благодати, прогуляться по Иловому тоннелю под звуки духовной музыки и загадать желание. По традиции к празднику устанавливают вертеп – композицию, которая воспроизводит сцену рождения Иисуса Христа. Вокруг младенца – фигуры Богородицы, Иосифа и животных. А венчает картину «Вифлеемская звезда». Рождество считают одним из самых семейных праздников. В монастырь многие приходят целыми поколениями. Родители с малых лет прививают детям традиции православного христианства. Каждый год мы приезжаем сюда посмотреть вот с детьми именно вот эту красоту, как это, я не знаю, для души, наверное. Благодать от этого праздника, что родился наш Христос, наш Спаситель, наш Учитель. И все люди очень хотят здесь побывать, потому что это самый такой светлый праздник, самый радостный. И для детей особенно, потому что они всегда получают на ждество подарки. Тут все красиво, что Рождество все объединяет. Так и красиво, все зрелищно, да. И в душе светло и чисто. Конечки здесь красивые. И на горки кататься. На горки кататься. Ежегодно в Сочельник, в Дивеево приезжают сотни верующих со всей России и стран ближнего зарубежья. Люди преодолевают десятки, сотни километров, чтобы встретить Рождество в святом месте. Решили, что в такое место обязательно надо сходить. Мы прогадали, красиво очень. Из Москвы мы приехали. Даже здесь красивее, чем там. Я приехала из Нижнего Новгорода. И, в общем, как бы сказать, приезжая я или на 13-й, на 14-й, на день рождения Серафима Саровского. И вот сегодня решила приехать в этот день. Очень торжественно, радостно. Приехали, да, с Белоруссии. Мы уже второй год здесь. В том году были в Сочельник. Вот. Ну, как сказать, так, чтобы коротенько душа зовет. Одним словом. Очень красиво. У нас в Белоруссии такого нету. С приходом Рождества наступили святки. Период народных зимних праздников. Они продлятся до крещения Господня, которое православные отметят 19 января. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Пилотный проект по самозанятым гражданам стартовал в Нижегородской области. К этой категории относят людей, работающих на себя без привлечения наемных работников и имеющих в год суммарный доход от личной трудовой деятельности не более 2 миллионов 400 тысяч рублей. В соответствии с законодательством в качестве самозанятых смогут также регистрироваться няне, репетиторы, сиделки и те, кто оказывает услуги по уборке помещений и ведению домашнего хозяйства. Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, имеют право выплачивать налоги в размере 4% от дохода для физических лиц и 6% для юридических. Для регистрации в качестве самозанятого обращаться в налоговую инспекцию не нужно. Для этого необходимо бесплатно скачать и установить на свой смартфон специальное приложение «Мой налог». Для регистрации достаточно фотографий паспорта и селфи. Вся необходимая информация о проведенных операциях автоматически направляется в налоговую инспекцию. Войти в приложение можно также, используя логин и пароль от личного кабинета на сайте ФНС России или портала Госуслуг. Первая версия кадастровой карты появилась еще в 2010 году. За несколько лет она претерпела ряд изменений. В обновленном пятом варианте сведения об объектах недвижимости и земельных участках формируются на основе актуальной информации, которую вводят в реестр кадастровой палаты. Там очень удобный поиск, то есть набирая кадастровый номер либо адрес, вы на карте можете увидеть свой земельный участок, увидеть, кто соседи, и также информация именно назначения объекта, то есть какое разрешено использование земельного участка, какая площадь, есть ли ограничения. Но пока информации о недвижимости Сарова на публичной карте нет. Это связано со спецификой нашего города. Координаты саровских объектов нельзя размещать в открытом доступе. Всю необходимую информацию о квартирах, домах, участках саровщане могут узнать на официальном сайте Росреестра. Если вы зайдете в личный кабинет, то вы можете увидеть полностью все свои объекты, какие у вас есть, и, соответственно, посмотреть их характеристики, какие у вас есть ограничения, и через личный кабинет также обращаться за предоставлением госуслуги. Если захотите купить недвижимость в другом регионе, то с помощью сайта можно узнать основные характеристики квартиры, дома, земельного надела и узнать их кадастровую стоимость. Для этого вам необходим адрес, либо кадастровый номер. Информация – это будет именно техническое описание объекта. Увидите вы, если наложены какие-то ограничения по данному объекту. Если вам нужна более подробная информация, то для этого вам нужно запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости. Электронные сервисы Росреестра помогают в режиме онлайн собрать необходимую информацию об объекте недвижимости и сэкономить время при оформлении документов. Специалисты ведомства рекомендуют быть внимательными, остерегаться мошенников и не переходить по сомнительным ссылкам. Адрес сайта состоит из одного слова – rosreestr.ru. Елена Грецкова, Евгений Шурцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Регистрировать транспорт россиянам придется по новой схеме. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу. С нового года при постановке автомобиля на учет выдают номер только того региона, где автовладелец зарегистрирован. Также при покупке нового автомобиля в салоне собственнику больше не потребуется ехать в ГИБДД для оформления документов и получения номеров. Все это сможет сделать дилер. Кроме того, транспорт теперь нельзя оформить на лиц моложе 16 лет или недееспособных граждан. Машину, хозяину которой еще не исполнилось 16 лет, будут регистрировать на одного из родителей – опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет переоформить транспортное средство. Среди важных нововведений – нанесение на автомобиле дополнительной маркировки. Она будет наноситься, если изначальная маркировка уничтожена коррозией вследствие проведенного ремонта, либо подделана, сокрыта, изменена или уничтожена. Это позволит идентифицировать машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок. Получить консультацию специалистов различных сфер, оформить разрешительные документы, узнать о формах поддержки малого и среднего предпринимательства теперь можно в одном месте. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Центре поддержки предпринимательства открылось окно «Мой бизнес». Теперь Центр поддержки предпринимательства дает возможность прийти сюда с одним вопросом и решить второй вопрос. То есть он знает, что не нужно куда-то ехать дополнительно, объезжать город, записываться кому-то, еще непонятно, найти телефон, будет ли сотрудник на месте. Он точно знает, что еще придя сюда он получит консультацию, допустим, по проверке. Окно «Мой бизнес» в Центре поддержки предпринимательства также дает возможность всем желающим получить консультацию по открытию собственного дела. Консультировать клиентов будут сотрудники Центра поддержки предпринимательства, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Департамент экономического развития, Администрация Сарова, представители банков. Вообще самое главное привлечь тот сегмент, который обслуживает бизнес, кто с ним очень тесно работает, этой структурой, которая занимается разными проверками, МЧС, Роспотребнадзор. Хотим привлечь в Центр занятости, они тоже изъявили желание, будет здесь присутствовать. Пенсионный фонд обязательно, конечно, налоговая. График приема сформируют в ближайшее время. Записаться к специалистам окна «Мой бизнес» можно в Центре поддержки предпринимательства по телефону 99263. Все консультации бесплатные. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Сарове около 35% взрослого населения страдают гипертонической болезнью. То есть практически постоянно их артериальное давление выше 140 на 90 мм ртутного столба. При этом люди могут не догадываться, что больные, как правило, симптомы долго не проявляются. На протяжении многих лет повышенное артериальное давление пациентами никак не ощущается. И организм адаптируется к повышенным цифрам давления. И, как правило, уже когда возникает инсульт и инфаркт, пациент узнает, что у него было повышенное давление. Гипертонию важно выявить на ранней стадии, когда еще можно изменить образ жизни пациента и назначить базисную терапию, которую он должен принимать на протяжении всей жизни. Это поможет снизить давление и предотвратить инфаркты и инсульты. Основными факторами риска любого сердечно-сосудистого заболевания, в первую очередь гипертония, является малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, стрессовые ситуации. Естественно, большой вклад в профилактику и в том числе и лечение является коррекцией факторов риска. Для выявления гипертонии в поликлинике номер 2 открыт центр здоровья, куда может совершенно бесплатно обратиться любой совершеннолетний житель города. Специалисты обследуют пациента, проконсультируют и дадут рекомендации. Записаться на прием в центре здоровья во второй поликлинике соровчане могут по телефону 9-52-45. Кроме того, врачи советуют горожанам проходить диспансеризацию. Диспансеризация – это тоже профилактическое направление, в том числе и для выявления в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Диспансеризацию может пройти любой работающий и неработающий пациент, начиная с 18 лет, если до 39 лет – это раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Диспансеризацию надо проходить в поликлинике по месту прикрепления. При этом граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста – на два рабочих дня один раз в год. Их средний заработок сохраняется. Пандусы, кнопки вызова персонала – таблички со шерифтом Брайля. Быть может, эти средства незаметны для большинства горожан, но они очень необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. С помощью них саровчане на инвалидных колясках, слепые и слабовидящие могут посещать различные учреждения города. Активисты клуба «Лотас» постоянно обследовали саров и собирали данные о доступности здания для маломобильных жителей. Есть ли там пандусы по урочине, чтобы удобно, можно ли вообще попасть в этот объект. Разговаривали с администрацией учреждений, например. Ну и потом делали какие-то выводы. В этом году организаторы акции «Саров. Удобный город» приглашают к участию в проекте всех жителей и гостей города. Конечная цель – создание информационной базы доступности городских объектов. Чтобы охватить как можно больше учреждений города, мы вообще вот как раз приглашаем активных жителей города и сами даже сотрудников учреждений сфотографировать объекты городские, где есть пандусы, поручни, да, желтые обозначающие полоски, круги, оборудованные ли туалеты, да, ну то есть лифты специальные, подъемники какие-то, может быть, кнопки вызова тех персонала. Принять участие в акции просто. Нужно всего лишь сфотографировать здание снаружи и внутри так, чтобы в кадр попали приспособления, помогающие людям с ОВЗ передвигаться и ориентироваться в этом учреждении. Затем этот снимок нужно разместить в официальной группе «Клуб Лотос» в контакте с хэштегом «Саров. Удобный город». Хочется попросить горожан, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы акция получилась достаточно полноценной, потому что город наш развивается, инфраструктура улучшается. Хочется, конечно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя ущемленными, да, и смело могли посещать любое вообще здание нашего города. Акция продлится несколько недель и закончится в конце января. После подведения итогов будет принято решение, завершить проект или продолжить его. В 2020 году Россия будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы передать молодому поколению знания о подвиге наших предков, не забывать историю и быть достойными преемниками победителей, молодежный центр создает передвижную фотовыставку «Фронтовой портрет. Судьба человека». В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которая бы не затронула Великая Отечественная война. Наши прадедушки, бабушки, кто-то был участником боевых действий, кто-то был дружеником тыла, и каждый из них внес свой вклад в победу. Принять участие в выставке могут все жители Сарова, фотолюбители и профессиональные фотографы, которые желают отдать дань подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Принимают фотографии, наградные документальные материалы тех времен. Всего на выставке будет 4 номинации. Первая номинация называется «Фронтовой портрет». Сюда можно присылать фотографии военных лет с 1941 года по 1945 год. Вторая номинация – это «День Победы». А сюда как раз можно присылать фотографии современные, также с праздников, посвященных Дню Победы, с 9 мая, но главное, чтобы на них были изображены ветераны. Третья номинация – «Память поколений». Сюда можно присылать фотографии встреч ветеранов войны, узников, концлагерей с воспитанниками детских садов или школьниками. Главное – отразить в снимках связь поколений. Еще одна номинация – «Судьба человека. Незабытый герой. Незабытые войны». Это фото, сканы или оригиналы документов и наградных листов времен войны. Работы принимают до 25 января в Молодежном центре. Саму выставку оформят к 18 февраля. Подробности по телефону 9-9108. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Рождественский вечер в компании «Сказочных героев» организовали сотрудники «Рофеа Цунев» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы подарить им праздничное настроение и ощущение чуда. Для работников ядерного центра благотворительная акция стала доброй традицией. С 2010 года трудовые коллективы готовят для нуждающихся детей и подростков новогодние представления с чаепитием, а также собирают силами сотрудников средства на сладкие подарки и материальную помощь. Приходят, радуются, растут на глазах, улыбаются все равно. Новый год, он и есть Новый год. Для взрослых, для детей один и тот же праздник, самый долгожданный. Детям хотим подарить какое-то семейное тепло, показать, что мы все такие же люди, что ядерный центр – это не какая-то закрытая структура, это все-таки тоже люди, добрые люди, пронзывчивые люди, готовые прийти на помощь всегда. В этом году коллектив Центра культуры и досуга подготовил спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». На сцене гости увидели давно знакомых персонажей – Иванушку Дурачка, царевну Несмеяну, щуку и царя. Герои постановки пели, танцевали и шутили, создавая праздничную атмосферу. Тебе понравилась сказка? Да. Какие тебе герои больше всего понравились? Там, где он на печке приехал королю. Он по царевну, чтобы она не плакала. Понравилось в этом году всякие спецэффекты. Больше было интересней. Пришла я с братом, и ему тоже понравилось. Приходим уже на эти новогодние праздники не первый раз. Нам очень нравится. Спасибо большое организаторам. Так что всем всего хорошего. С наступающим Рождеством. И огромное спасибо за то, что вы помните о наших детях. Ни один зимний праздник не обходится без игр с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед началом развлекательной программы присутствующих поприветствовал начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Рафиат Суниев. Евгений Красногорский поздравил ребят с Новым годом и Рождеством. А также поблагодарил со сцены всех сотрудников, которые внесли свой вклад в помощь детям. Сотрудников Рафиат Суниев отличает некое неравнодушие. И это не единственная благотворительная акция, которая проходит в институте за целый год. Это одна из. И в каждой из них в обязательном порядке сотрудники в той или иной степени участвуют. Здесь уже сложилась традиция. 9 лет это целая история. И в рамках этой традиции, конечно же, кто-то участвует больше, кто-то участвует меньше. Но каждый год примерно один и тот же объем средств мы осиливаем. В этом году подарки от ядерщиков получили около 90 участников. В конце года сотрудники института будут готовиться к юбилейной благотворительной новогодней елке, чтобы снова удивить и подарить детям частичку своего тепла и заботы. Гармонь двух рядышком, мы снова рядышком. А ну сыграй смелей, да заводи гостей. Сегодня праздник наш, сегодня праздник новый. Сегодня будем веселиться мы с тобой. Развлекательную программу «Рождественские истории» открыли воспитанники ансамбля русской народной песни «Забава». Вместе с руководителем коллектива солисты напомнили гостям, как веселились во время зимних праздников наши предки. Я очень рада выступать в нашем городе, очень рада дарить положительные эмоции жителям Сарова. Мне очень нравится видеть счастливые лица детей, счастливые лица их родителей. Легкий мороз и задорные русские народные песни давали зрителям просто так стоять. Ноги сами просились в пляс. И дети, и взрослые пели калятки, участвовали в конкурсах, танцевали под современную музыку. Выступления творческих коллективов и игровая программа на лыжной базе проводятся каждый год во время новогодних праздников. Организаторы дают возможность саровчанам активно провести время на свежем воздухе всей семьей. Традиционно ежегодно программу на лыжной базе готовят центр внешкольной педагогии и воспитанники центра внешкольной работы. Эстафету веселья солисты Забавы передали активистам клубов по месту жительства «Мечта и здоровье». Игровую программу продолжили снеговики, которые провели для детей конкурсы. На метелку держимся, держимся. Вот. Выбирай себе столов и цепляйся к ней. Ух ты! Здесь вот такой хвост. Пока одни отвечали на вопросы викторины и выполняли сложные задания, другие тренировались ходить на командных лыжах и в гигантских ботинках. Очень хороший праздник. Спасибо большое Забаве. Так нас хорошо, здорово развлекали. Дети все довольны. И походили на этих самых, вот в новые обуви походили. Спасибо вам большое. Молодцы. Только жалко, что нигде не было объявления, что сегодня будет здесь такой праздник. Я своих друзей звала, не говорят, что ты придумала, нигде ничего нет. Праздник веселый, задорный и замечательный. Молодцы. Два часа на свежем воздухе с песнями, танцами и подвижными играми стали для взрослых и детей настоящим праздником. Каждый получил заряд бодрости и веселья, а дети еще и сладкие призы. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. О семейных ценностях, традициях и любви к своим близким. На конкурс «Семейный архив» поступило более 30 творческих проектов. Сочинения, презентации, стихи и проза. Организаторы конкурса не ограничивали участников строгими рамками. По мнению жюри, все работы были пронизаны теплыми чувствами к своим родственникам. Все настолько творчески подошли к этим темам, к этому конкурсу, так раскрыли идею этого конкурса. Ну, просто одни слова им благодарности за их работы. В этом году в конкурсе активно участвовали школьники. Мальчишки и девчонки рассказывали истории знакомства своих бабушек и дедушек, делить впечатлениями о совместных путешествиях и семейных традициях, которые соблюдаются несколькими поколениями. Это очень важно, чтобы дети помнили о своих предках, знали свою родословную, знали о тех реликвиях, которые в семье хранятся. Одни рассказывали о вещах, которые пришли к ним от бабушек и дедушек и стали семейными ценностями и оберегами. Другие сами начали традицию семейных реликвий. Виктор Рыжов случайно нашел фигурку ангела и решил, что это знак свыше. Да, у меня была такая мысль, а потом, может, это и перейдет от меня, внукам, от внука, еще правнукам, может, так и пойдет, и пойдет, и пойдет. Может, судьба такая. И, кстати, с этой находкой в моей жизни кое-что поменялось. О новой семейной реликвии он сочинил стихотворение и удостоился специального приза за веру в добро и верность своему ангелу. Данные конкурсы не то, что нужны, а обязательно и почаще их даже нужно проводить, и побольше привлекать людей, и номинаций, чтобы было больше. Но это же наша история, как можно без истории? Нет истории, нет будущего. Все участники конкурса получили электронные сертификаты, а победителей наградили дипломами и памятными подарками. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Сказка «Летучий корабль» – это волшебная история любви трубочиста Иванушки и царевны Забавы, которые мечтают об уютном доме и простом семейном счастье. Сюжет спектакля давно знаком зрителю благодаря одноименному советскому мультфильму. Режиссер Антон Неробов уверен – каждый в постановке найдет что-то свое. Маленьких зрителей заинтересуют видуальные эффекты, яркие костюмы и декорации. А взрослые смогут окунуться в атмосферу детства и вновь поразмышлять на тему добра и зла. Совсем маленьким детям, 4-5 лет, они видят большие яркие пятна, видят яркую динамику и действия, не понимая, может, слова. Чувствуют, как музыка передает настроение. Взрослые чувствуют текст, детишки еще повзросли. Они уже смотрят, как каждый герой кому относится и тому подобное. И составляют уже полную картину, за кого переживать, где добро, где зло. Главные роли играют Елизавета Казачкова, Артем Жуков, Павел Козлов, Анатолий Наумов и Константин Алексеев. Для спектакля артисты подготовили 12 танцевальных и вокальных сцен. В постановке зрители услышали как старые песни из легендарного мультфильма, так и новые композиции Максима Дунаевского в исполнении актеров Саровской драмы. Такой общий большой продукт, который сделан полностью у нас в театре. И наш художник, и наш автор написал инсценировку по известному мультфильму. И наш аранжировщик аранжировал великолепную музыку Дунаевского. Сказку об истинной любви и чудесах саровчане посмотрели в дни новогодних каникул на большой сцене Саровского драматического театра. Зрители увидели мудрую историю о том, как смелость и искренность победили жадность и злобу, о том, как друзья помогли в беде. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Вот уже несколько лет в дни новогодних каникул клуб собаководства «Акбар» Центр внешкольной работы проводит праздник для всех любителей четвероногих друзей. В этом году темой ток-шоу стали собаки-герои Великой Отечественной войны. И сегодня будет информация для местного населения о тех собаках, которые в годы Великой Отечественной войны также были к плечу с нашими воинами, с нашими дедами и отцами в боях в Великой Отечественной войне. Горожанам рассказали о собаках, которые, жертвуя собой, взрывали немецкие танки. Одна четвероногая воительница Дина пустила под откос вражеский бронепоезд, причем сама стала жива. Немецкая овчарка Джуль Барс обнаружила 7,5 тысяч мин и более 150 снарядов. Эта собака участвовала в разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены. О подвигах животных героев нельзя забывать, особенно в год 75-летия Великой Победы, уверена организатор праздника. Также наши сейчас ребята готовятся уже к параду Победы 9 мая, и мы планируем, что в параде будут участвовать собаки, которые будут символизировать тех, которые участвовали в дни Великой Отечественной войны и пройдут по площади вместе со своими хозяевами. Также у посетителей док-шоу была возможность пообщаться с опытными собаководами и побольше узнать об особенностях той или иной породы, прежде чем заводить собственного четвероногого друга. Алексей рассказал гостям выставки о своих собаках породы кавалер Кинг Чарльз Панель. Для дома я считаю самое оптимальное, они вообще не рвут, не ломают ничего, как кошки просто все время на кроватке лежат рядом, и все. Хулиганства особо нет никакого. Очень ласковые, неприхотливые, мягкие, можете потрогать какие. Самые дружелюбные, кусаться вообще не умеют, они могут только залезать насмерть и все. Еще один праздник для любителей собак клуб Акбара организуют в мае. Горожан ждет выставка и парад пород, а также показательное выступление кинологов. Новогодние выходные подошли к концу и начались трудовые будни. Выходить на работу после долгих праздничных каникул бывает настолько трудно, что психологи начинают говорить о постпраздничном синдроме или постпраздничной депрессии. Многие, выходя в первый день, чувствуют усталость, раздражение и сонливость, что, конечно же, сказывается на работоспособности. Как сохранить праздничное настроение, но при этом войти в рабочий ритм, узнаем у саровчан. По опыту, может быть, знаете, как заставить себя работать? Как обычно? Праздник – это радость. Как сегодня сказали по телевизору. Не нужно унывать, нужно с радостью идти на работу. Надо спать поменьше, чтобы потом очень сильно хотелось. Ложишься в девять и – пуп – и вырубаешься просто сразу. Вот кроме сна, как себя еще замотивировать как раз-таки на работу, на учебу? Это очень сложный вопрос. Сама еще на него ответа. Честно говоря, тут у каждого свое. Это все индивидуально. Да не знаю, вот я переборол себя, вышел на работу сегодня. Мне кажется, люди уже к этому привыкли. Уже столько лет, это длится праздник, это же рождественские, новогодние каникулы. Мне кажется, уже они адаптировались к этому. Вчера, с него дня надо было задуматься. Ну, я думаю, я работаю все равно, надо думать, что мы без работы никуда. Так ведь? Работа нас кормит, так что должны все-таки быть в тонусе все. Уже надоело отдыхать, хочется идти на работу. Я, например, за, чтобы уже дома летом, да, летом нам некогда сидеть, лежать. С удовольствием сейчас я бы бежала на работу. Воды больше пить. Вот, натощак два стакана воды, меньше еды, отбиваться нужно. Потом, значит, ну что, овощи, фрукты, вот все. И физические упражнения. Больше ничего. Вот вся программа на этом построена сегодня. Ну как, отдохнуть нормально, и все. И весь разговор, ходить, гулять, на природу почаще заходить. Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня. Для этого достаточно с утра принять теплый душ, выпить чашечку зеленого чая с кусочком шоколада, теплее одеться и пешком пройтись до работы. В первый день старайтесь не перенагружать себя и отложите все важные дела на потом, считают эксперты. Советы для вас собирали Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Удаление, жесткая борьба за шайбу и овертайм. В первой домашней игре в этом году в рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд саровские спортсмены скрестили клюшки с борским кварцем. В первом периоде саровчане заявили о себе как о серьезном сопернике, отправив в ворота борчан сразу три шайбы, в ответ получив одну. Пока хорошо, нравится, наши ребята стараются, но пока ведут счет, посмотрим дальше, что будет. Ребята хорошо играют, хотя доставляют удовольствие. Конечно, победа, мы быстрее, у нас нападение, у них медленнее катаются ребята, так что мы за счет скорости выиграем. Мастера Вито сыграла румынин. Три шайбы – это хорошо. Я надеюсь, что и будет дальше увеличиться счет, и наши выиграют. Во втором периоде обе команды обменялись тремя шайбами, а в третьем на ледовом поле развернулись нешуточные баталии. Взяв инициативу в свои руки, хоккейный клуб «Кварц» забил ворота саровчан сразу два гола. Основное время закончилось со счетом 6-6. Исход игры решил овертайм. 7-6 в пользу саровчан. Здесь нет слабых соперников. Все могут, все хотят. Поэтому раз, зацепились, 6-6. Ну, хорошо, что овертайм выиграем. По словам тренера хоккейного клуба «Кварц» Алексея Мишина, до победы ребятам не хватило выносливости. Виной всему усталость с дороги. Отсюда идет невнимательность и рассеянность спортсменов. Плод такой ошибок, невынужденных. Ошибаются в передачах, идет перехват. И ребята из Сарова очень быстрые и хорошо играют в пас. Естественно, они разрывали наших защитников и забивали голы. Причем голы хорошие. Ну, можно порадоваться за тех ребят-исполнителей, которые это делали. Результатом, конечно, удовлетворены. Даже проиграв в овертайме, тем не менее, я считаю, что мы достигли и заслуженного этого очка. Хоккейный клуб «Саров» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Домашний матч он проведет 25 января. Начало в 13 часов. Следить за игрой можно будет онлайн в официальных группах ТРК «Канал-16» в соцсетях и на Ютубе.